Доброе утро! Просыпайтесь, чтобы узнать о очень важном, значительном музыкальном событии, которое завтра состоится на сцене Пермского академического театра оперы и балета. Будет представлена опера Моисея Вайнберга, композитора, которого каждый из нас знает по его музыкальным произведениям, звучащим в кинофильмах и мультфильмах. Причем это действительно прекрасная музыка и прекрасные произведения названных жанров. Однако же примерно 70% его наследия, по утверждению вдовы-композитора, не представлено даже в виде нот. А опера «Пассажирка», которую завтра будут слушать счастливчики, попавшие в Пермский академический театр оперы и балета, она многими считается вершиной музыкального наследия Вайнберга. И вот сегодня об этом мы поговорим с Артемом Абашевым, дирижером, который завтра предстанет перед публикой. Артем, доброе утро. Доброе утро. Вы дирижерите оперой «Пассажирка», которая, в общем-то, предполагает серьезную работу души от зрителя. Опера будет представлена в концертном варианте. И в действительности это, на мой взгляд, довольно сложный вариант для восприятия. Что вы по этому поводу думаете? Как, на ваш взгляд, публика может воспринять, пермская наша образованная, продвинутая публика, эту оперу? Ну, я надеюсь, что мы с оркестрами, с солистами, со всей этой большой командой, которая делает этот проект, будем стараться все-таки воспроизвести все задумки Вайнберга, которые были заложены в эту оперу. А то, как будет воспринимать эта публика, я думаю, она сможет об этом поговорить после спектакля, когда выйдет из театра уже. И поскольку эта музыка неизвестная все-таки, я думаю, что все будет идти по интуиции. И свежее восприятие, оно тут неизбежно для публики. А чего ожидать? Мне говорили, что музыка Вайнберга и музыка Шостаковича, вот они в чем-то и перекликаются, а действительно это так? Я бы сказал, что музыка Вайнберга, она графически более линиарна. То есть она, сама партитура по себе очень прозрачная. И я бы сказал, что опера после прослушивания все равно оставляет очень хорошее впечатление. И ты после прослушивания как-то все-таки гуманистически настроен очень. Потому что любовь – это самое главное, что там есть в этой опере. Это сам Вайнберг, я думаю, очень сильно и хорошо понимал, как человек, который потерял всю свою семью. Несмотря на то, что ведь сюжет этой оперы, он очень драматичен, даже трагичен. Он связан с событиями Второй мировой войны, с концентрационным лагерем и со встречей через много лет надзирательницы и узницы этого концлагеря. Мне интересно, музыканты, репетируя эту оперу, как-то обсуждали, как это все происходит, как они воспринимают это? Вы знаете, дело в том, что когда начинаешь проводить первые репетиции, то все, конечно, присматриваются, когда отдельные репетиции с солистами и с оркестром. Но когда все встречаются вместе, и музыканты начинают, оркестры начинают слышать текст, который солисты произносят, то тогда, конечно, все становится на свои места, и люди начинают понимать. И, разумеется, Вайнберг очень грамотно и просто, я считаю, здорово расставил все кульминации и моменты драматические. И помимо драматических моментов там есть и лирические отступления. И это сделано тоже со вкусом, очень тонко, очень красиво. И я думаю, что публику эти вещи не оставят равнодушными. Вот напоследок, мне просто ваше мнение интересно. У меня в пресс-релизе написано «Неизвестный шедевр XX века». Вы согласны с тем, что это шедевр? Абсолютно. Абсолютно. Во-первых, я согласен с этим. Я думаю, что очень много музыки, которую мы просто не знаем, которая была в XX веке, которую мы сейчас здесь, сидя здесь, обсуждая, не представляем себе, что это шедевр. Поэтому я очень надеюсь, что помимо Вайнберга, помимо его шедевра, который мы представим 30-го числа с нашей замечательной командой, есть очень много других шедевров. Которые тоже нам будут открыты. Да, разумеется, потому что просветительская задача театра, она остаётся приёмной. Она всегда актуальна. Спасибо вам большое, Артём. Я желаю вам... Я не знаю, как вам сказать, с Богом ни пуха ни пера. Как выбирают артисты? Говорят по-всякому, отвечают по-разному. Да, главное, чтобы всё прошло так, как задумывается, и после вкуса, после оперы, да, очень долго оставалось в душах зрителей. Удачи. Спасибо большое. Вам, уважаемый, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Артём Абашев, дирижёр, который завтра предстанет перед зрителями Пермского академического театра оперы и балета, представляя оперу «Пассажирка» Моисея Вайнберга. Билеты, как мне сказали, по секрету ещё немножко есть. У вас есть возможность туда попасть. Не упустите этот шанс насладиться и музыкой, и тем, что ваше сердце откликнется на всё то, о чём она вам будет рассказывать. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова